Хоть я и половина еврей, но я вам так скажу. Я уже это объяснял. Дело в том, что Путин, он воспитывался в советских КГБшных традициях. Вот у них все равно, вот вы понимаете, большой брат. Это вот титульная культура, надо быть русским, с русской фамилией. Причем не важно, кто ты там. Ты должен соответствовать стандарту. То есть в власти должен находиться человек, который представляет некое русское начало. Значит, украинцы, это такая побочная, такая дополнительная часть. Ну, хотя бы уже потому, что Хрущев, будучи украинцем, везде в документы писался как русский. Вы знаете об этом? Ну, потому что так положено. Так же, как и Брежнев, у него текла украинская кровь. Но он везде, он же не про Петровска, а писался он русским. Понимаете? Потому что таковы правила имперские. Ты должен соответствовать этому советскому стандарту. Вот в советском он сложился. И он продолжается в постсоветское время. Вы представляете, президент страны, который с того воюет, не только украинец, это младший брат, но это как на уровень домашних животных они воспринимают, да? А еще и еврей. Еврей – это вообще какой-то, ну, как вам сказать, он недостоин даже уровень насекомого. И вдруг вот эти люди, вот этот вот еврей Зеленский, вдруг сделал с Путиным такое, что я не могу произнести в вашем канале. Квартал 95, вы представляете, как просто страшно извращенный поиздевался над таким великим, значит, русским народом в лице Путина, хотя из него русский тоже, как из меня, балетный солист. Вот. И так далее. Понимаете? Удивительное дело. И вот они никак, это их так соднит, это так страшно их переворачивать, потому что сыпется главная их идеологическая направленность в отношении Украины. О том, что ее надо деноцифицировать. Читай, деукраинизировать, вы понимаете, да? Ну, совершенно очевидно, что Зеленский может быть хоть папуасом. Главное в нем, потому что он украинец и украинский президент. А кто он там этнический, какие у него там кротики, вот это, честно говоря, вот для Украины вообще никакого значения не имеет. Для него важно, что он патриот своей страны, что он часть ее истории, он часть ее культуры, он часть ее религии. Это тоже надо не звать ее широко, надо понимать. Религии, он часть ее религиозного образа Украины. Понимаете? Он соответствует ее религиозному началу. Христианскому, православному, религиозному началу. Вот это очень важно. Потому что они все думают, что Зеленский, значит, ходит в синагогу, как в фильме, помните, у Гайдая, что он, возможно, тайно посещает синагогу. Вот. И это главное в Зеленском. Это является центральным его существом, потому что он украинец. А этнически ты можешь чем угодно заниматься. Это вообще твое личное дело, вообще никого не волнующее. Они же постоянно выкладывают именно его принадлежность к какому-то меньшинству. Надо показать, что он не только даже не украинец, а украинец – это тоже меньшинство представления Путина и вот той идеологической модели, которую он представляет. А это еще ниже какой-то. Это на третьей, на четвертой, на десятой ступеньке стоящий человек. Какое он право имеет с ними воевать и не соглашаться, что ему из Москвы сказали. Вы понимаете? Это раз за разом апелляция к некой вот этой вторичности, третичности, четвертичности. Понимаете? Это абсолютно советский нарратив. Я вот много раз говорил, что Советский Союз был тюрьмой народу. Народы друг друга просто ненавидели. Вот эти сказки про единую общность, советский человек, про то, что они все прям любят друг друга, прям не знают. У нас, говорят, и браки совместные, и не страшно, что у меня жена казашка. Ну что поделаешь? Вот не повезло, да? Но тем не менее она наша, она за нас, она советский человек. Или там, значит, муж еврей и так далее. Что-нибудь такое, понимаете? Они никак не могут понять, что в 21 веке все вот эти советские традиции, вся эта идеология, она давно уже спущена в унитаз. Ее смыли, понимаете? Что всем наплевать на все, что он там говорит, про какой там позор еврейский. Наплевать на Путина, наплевать на его представление о мире. Мир ушел далеко дальше. Он убежал вообще от всех этих представлений. Украина – национальное государство. Оно прошло путь национального строительства, нацбилдинга. Внутри этой работы, да, совершенно не важно, кто ты этнический, ты должен соответствовать образу украинской политической нации. В России тот же существует советский, постсоветский нарратив, выглядящий в том, что ты должен постоянно выглядеть как представитель титульной культуры. Поэтому у них полно евреев в администрации, но они почему-то все, значит, с какими-то звучащими по-русскими фамилиями. От Пригожина до Кириенко. Он вообще с украинской фамилией, а у него настоящая фамилия Израиль, понимаете? Потому что надо соответствовать. Ты не можешь быть самим собой, тебя постоянно нужно куда-то отвезти. Что ты там не по рангу занимаешь должность, потому что с такой фамилией занимать ее нельзя. Они вот так живут, понимаете? И Путин, он инстинктивно это выражает. Ну же он и гибкий. В общем, в этом смысл.